Сегодняшний ролик будет на такую тему, которая, как мне кажется, никогда не устареет. Наглая, лживая, всех уже задолбавшая реклама мобильных игр. Ребят, признайтесь честно, вас тоже бесит, когда вы играете в какую-то бесплатную мобильную игру, и чуть ли после не каждой нажатой кнопки в этой игре, вам вылезает реклама какой-то очередной донатной казуальной параши. И если раньше рекламодатели хотя бы не так наглели, рекламу-то мог пропустить через 5 секунд, просто нажав на крестик, то теперь ты должен сначала эту дресню посмотреть, потом тебе еще откроется страница загрузки в плеймаркете, потом ты должен подождать еще 5 секунд, и только тогда ты можешь нажать на малюсенький крестик в углу экрана, чтобы закрыть это дерьмо. Но если не дай бог промахнешься, то тебе снова откроется эта сраная страница в плеймаркете. Поэтому ты должен еще и прицелиться, чтобы закрыть рекламу. Или вот еще какой способ продвижения придумали эти горе-маркетологи. После показа рекламного ролика определенной игры тебе дают некоторое время самому в нее погамать, решить какую-нибудь головоломку, пройти какой-нибудь лайтовый уровень. И вот ты уже решил больше половины головоломки, и тебе осталось совсем чуточку, чтобы этот уровень пройти, но тебе просто не дают этого сделать. То есть тебе не дают нажать на экран. Ведь на каждый твой клик снова открывается эта долбанная страница загрузки. И это я еще молчу об извечной проблеме, когда в рекламе мобильной игры тебе показывается интереснейший геймплей с красивой графикой, а в самой игре этого и близко нет. Или паразитирование на 18 плюс контенте, куда же без этого. Я одного не понимаю, 24-й год на дворе. У каждого пиздюка в кармане есть новенький реалми и мобильный интернет, оплаченный на 10 лет вперед. И неужели до сих пор кто-то ведется на кликбейты о наличии 18 плюс контента в мобильных играх? Или волшебные сайты с числом 365 в названии уже настолько тяжело гуглятся? И вы даже представить себе не можете, сколько разработчиков зарабатывают на подобной казуальщине, которая уже просто заполонила весь рынок. Взять те же пресловутые хроники хаоса. Это игра от российских разработчиков, которая благодаря агрессивному маркетингу стала мемом даже в Америке. Так вот, ее разработчики заработали аж 10 миллионов долларов. Только за счет того, что пихали в рекламные ролики интереснейшие головоломки, которые кликбейтили людей скачивать эту парашу. А сама игра представляла из себя низкопробную аркаду с, разумеется, безумно интересным сюжетом, в которой головоломки, показанные в рекламе, появлялись, дай бог, раз в 50 уровней. И то, первые года третьих головоломок в игре вообще не было. Потом их вынуждены были добавить из-за судебных разбирательств по поводу введения игроков в заблуждение. Кстати, в последнее время что-то я перестал видеть их шедевральную в скубочках нет рекламу. Наверное, разрабы упаковали себе зеленью до глубокой старости и отправились чилить на Мальдивы. Или что далеко ходить за примерами. В рекламе Kingdom Guard нам показывают динамичный геймплей с более-менее красивой графикой. Когда нас перекидывают на страницу загрузки, в числе первых фотографий мы видим именно этот геймплей с драконом, который был продемонстрирован в рекламе. Однако, что мы можем наблюдать в самой игре? Правильно, очередную заурядную казуальщину. Где нужно бесконечно качать своих героев один за другим, проходить абсолютно однотипные уровни с одинаковыми врагами и в вечно повторяющихся локациях. И только после нескольких тысяч однотипных уровней ты можешь получить тот самый уровень с драконом. Ну и конечно же, чтобы твой прогресс шел быстрее, ты можешь в игру задонатить. Кстати, разрабы походу смекнули, что с российских карт в игры больше не подонатишь. И даже сделали отдельную страницу с оплатой по СБП. Чтобы школьники вместо того, чтобы запариваться и искать способы, как задонатить в их любимый бабл квас, играли в подобные примитивные дракфильни. Хотя, чтобы задонатить, например, в PUBG Mobile, сейчас даже запариваться не надо. А поможет тебе в этом замечательный сервис Купикод Голд, на котором уже прямо сейчас доступно пополнение большинства твоих любимых игр. Будь то PUBG Mobile, Genshin Impact, Ханкая, Клэш оф Кланс, при помощи твоей российской карты. А скоро в сервис интегрируют Бравл Старс, Лигу Легенд и Лордс Мобайл. Оплата происходит максимально просто и безопасно. Выбрал необходимую тебе игру, ввел свой UID, выбрал сумму и перешел на страницу оплаты. Сайт не запрашивает никаких паролей или любой другой конфиденциальной информации от твоего аккаунта. Только UID или ID, которую тебе нужно пополнить. Поэтому способ является на 100% безопасным. Также проанализировав другие подобные сервисы, я пришел к выводу, что Купикод Голд предоставляет самые дешевые цены на рынке. Однако Купикод это не просто сервис для пополнения игр. Это отдельная игровая экосистема, где регулярно организовываются турниры, а также действуют программы лояльности. Ведь если ты будешь авторизованным пользователем, то за каждую покупку тебе будет начисляться кэшбэк в виде копикоинов, которые ты в дальнейшем можешь потратить. Поэтому если хочешь пополнять счет любимых игр без геморроя, то ссылочка на Купикод Голд будет, конечно же, в описании. Или еще одна самая ненавистная мною реклама, которая и побудила меня сделать этот ролик. Я говорю, конечно же, про всех уже задолбавшую игру Royal Match, которая лезет просто из-за всех щелей. Мне кажется, только инопланетянин еще ни разу не видел эту рекламу, где тебе необходимо с помощью классической механики тревряд спасти какого-то сраного деда с короной на голове от надвигающейся опасности. То за ним охотится какой-то Василиск из Гарри Поттера, то он в воде тонет, то он в окне горит, то на него лава стекает. Мне порой кажется, что знаменитую поговорку «Пройти через огонь, воду и медные трубы» придумали, посмотрев рекламу этой игры. Причем в рекламе наглядно показано, как этот уровень проходит какой-то конченый нубяра, который при очевидной опасности не видит простейшую комбинацию. Делается это, я думаю, вы сами понимаете зачем. Такая реклама берет потенциального игрока на слабо. Игрок видит, что какой-то нубяра не может пройти простейший уровень, и в нем тут же просыпается соревновательный дух, который побуждает его скачать эту помойку с тем настроем «Сейчас я вам покажу как надо». Банальный маркетинговый прием, рассчитанный на ведомых людей, которых можно легко спровоцировать. А в конце рекламы нам даже дают пройти один из уровней. Но как только ты доходишь до самого конца, тебе просто не дают этот уровень закончить, постоянно перекидывая тебя на страницу загрузки после каждого нажатия по экрану. О чем я уже и говорил в начале своего ролика. Но если мы ее все-таки скачаем и откроем, то что мы увидим в самой игре? Может быть те же самые головоломки, которые нам показали в рекламе? Ага, размечтались, много хотите. Видимо, головоломки так и останутся в рекламных роликах. А на практике мы получаем обычную достильную формата 3 в ряд, по типу нашумевшей пару лет назад игры Homescapes. Причем нет, раз в 10 уровней в игре все-таки встречаются головоломки, отдаленно напоминающие то, что мы видели в рекламе. И тут я немножечко охренел. В игре полностью отсутствуют постоянно всплывающие баннеры, красивые анимации, достаточно сносная графика, интересная подача уровней. То есть здесь ты должен разбивать ящики, здесь буфет, тут стричь газон. Интересно выглядит, ничего не скажешь. А за звезды, которые ты получаешь при прохождении уровней, ты можешь обустраивать свое королевство. И я подумал, неужели нормальная игра? Я даже готов вам был простить этот рекламный развод. Но что я наблюдаю дальше? Первые уровни шли просто как по маслу. В некоторых моментах, конечно, было трудно, но если подумать, то ничего невозможного в этом не было. Однако с определенного момента, не помню уже с какого, игра начала выдавать мега сложные уровни, которые просто нереально пройти с первого раза. И это при том, что тебе доступно только определенное количество ходов, а если ты проиграешь, то у тебя тратится одна жизнь. Нет, ты, конечно, можешь получить дополнительные пять ходов, потратив 900 монет, но эти монеты нужно еще и заработать, и не то, чтобы игра дает тебе это сделать так легко. А если эти пять жизней ты истратишь, то ты либо должен просить дополнительную жизнь у других игроков, либо ждать по 40 минут, когда игра даст тебе дополнительную жизнь, либо угадайте с первого раза правильно донатить в игру свои бабки. И вроде бы вы скажете, а в чем прикол, нахрена в это донатить, если в игре все равно тысяча однотипных уровней? А дело тут в человеческой психологии. Игра подсаживает тебя на крючок, давая тебе мега легкие уровни и просто кучу бонусов в самом начале. Чтобы, проходя их, ты чувствовал себя гением и везунчиком, что у тебя все получается. Но затем ты сталкиваешься с первой преградой, когда нифига себе, так просто уровень ты уже не пройдешь. И тут включается чувство азарта, свойственное каждому человеку. Мозгами ты понимаешь, что это всего лишь бестолковая игра, от которой никак не изменится твоя жизнь. Но неосознанно ты все равно ставишь себе цель, во что бы ты ни стало пройти этот уровень. Чтобы доказать себе, что ты можешь и ты не нуб. Не понимая при этом, что игра так и задумана. Первые уровни ты будешь проходить легко, дальше чуть-чуть посложнее, но не критично. А после программа тебе просто не даст этого сделать честно. И учитывая суммы донатов, я скажу такую вещь, которая возможно обрадует большинство моих подписчиков. Но жертвами таких игр становятся в 90% случаев не тупые ведомые школьники, а именно что взрослые обеспеченные люди, у которых водятся лишние 200-600 рублей, для того чтобы спустить их в бестолковую игру формата 3 в ряд. При этом взрослый работающий человек такой потери даже не заметит. В отличие от школьников, для которых даже 200 рублей это уже серьезные деньги. Исключение может составляют какие-нибудь избалованные дети бизнесменов, которым просто не на что спустить свои бабки. Но повторюсь, костяк аудитории подобных кучилин формата 3 в ряд, это именно что взрослые работающие люди 25+, если еще не 30, которые не особо шарят за мобильный гейминг, за какие-то годные проекты. Да и камон, чё я объясняю? Игры формата 3 в ряд это попросту хороший таймкиллер. Ведь когда ты не выспавшись и едешь в метро или в маршрутке на работу, или все так же за**панно возвращаешься домой, ты банально не захочешь играть в какие-то более сложные игры, требующие высокой концентрации внимания. И тут у тебя под боком такая вот динамичная дракфильня, в которой все, что ты должен делать, это под красивой анимацией соединять кубики. И я просто боюсь представить, сколько разрабы Royal Match заработали на этой игре. Если даже в App Store у неё 244 тысячи оценок, а в Play Market и того больше 100 миллионов скачиваний. Если верить одной из последних статей игромании, доход от этой игры, у студии Dream Games есть только эта игра, составил 2 миллиарда долларов. И это всего лишь при 55 миллионах активных игроков. И данная игра стала самой доходной мобильной игрой за 23 год. Почему, так вы, я думаю, сами понимаете. Агрессивный маркетинг, подсаживание игрока на крючок. Но я всё это уже подробно объяснял в своём ролике. И вы не представляете, насколько это прибыльная ниша. Несколько месяцев назад мне довелось на тусовке моего друга-айтишника пообщаться с разработчиком похожей игры формата 3 в ряд. И при том, что его игра имеет всего 10 или 15 тысяч скачиваний, я точно не помню. То есть глобально это вообще ни о чём. Он смог заработать на ней 5 лямов за 2 месяца, вложив всего 2 в рекламу. И что тут можно сказать по итогу? Лично я в теме мобильного гейминга нахожусь аж с 2012 года, когда мне подарили мой первый простенький телефон на андроиде. И конкретно в данном случае я могу с полной уверенностью сказать, что раньше было лучше. И это не будет очередным ворчанием старика. Точнее как, в то время разработчики старались не потому, что они такие молодцы, а потому что они только прощупывали рынок и анализировали, что нужно массовому пользователю. Поэтому и пытались максимально удивить игрока какой-то оригинальной задумкой. Чего стоит тот же вектор, где разработчики действительно запарились над реалистичностью паркура, или та же игра Granny Smith, которую на данный момент вообще убрали из всех магазинов. Но как только в индустрии произошла та самая точка невозврата, когда разрабы поняли, что за счет максимально примитивных задумок и агрессивного маркетинга можно нехило рубить бабки, и это реально работает на массового игрока, тогда и стало появляться просто уйма донатных помоек по типу Royal Match. А я вам уже говорил, любой человек так устроен, он хочет получить максимальный результат, и лучший результат денежный, приложив при этом минимальное количество усилий. Поэтому ожидать, что бесплатный сегмент мобильного гейминга повернет в какое-то другое русло уже не стоит. Да и платный сегмент тоже, ведь разрабы давно смекнули, что человек тупое создание. Он не готов здесь и сейчас отвалить несколько долларов за хорошую игру, но зато он готов донатить в 10 раз больше в какую-то помойку. Поэтому чё могу сказать, наслаждайтесь нормальными играми, пока они ещё остались. А так ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольцо, чтобы не пропустить мои следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok